По состоянию на утро 7 сентября в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Хабаровскому району сообщения о чрезвычайных ситуациях за сутки не поступало. В случае происшествия незамедлительно обращайтесь по телефону 101 или 112 с дождевыми водами участков частных подворий на территории Хабаровского района. Спасателями Краевой аварийно-спасательной службы была организована работа по оказанию помощи населению в селе Осиновая речка. В зоне подтопления оказались два дома и пять приусадебных участков. На телефон ЕДДС города Хабаровска также поступило порядка 28 заявок от населения. По завершению осадков территории освобождаются от подтопления. При необходимости администрациями муниципальных образований проводится адресная помощь. Также в результате сильных порывов ветра фиксируется нарушение подачи электроэнергии. Частично или полностью они фиксируются в 25 населенных пунктах, в пяти муниципальных образованиях – Ванинский, Солнечный, Комсомольский, Хабаровский, Нанайские районы, а также Комсомольск-на-Амуре. Отмечаются локальные отключения в Хабаровске. Бригадой электросетей в работе проводится оперативное переподключение абонентов, аварийно-восстановительные мероприятия. Кроме этого, городские службы благоустройства, а также пожарные и спасатели в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре ликвидируют последствия падения деревьев. Проводится работа по адресным заявкам. По данным синоптиков, за минувшие сутки в муниципальных районах края прошли осадки различной интенсивности. Наибольшее их количество фиксировалось в районе имени Полины Осипенко – до 57 мм. В южных районах края выпало до 46 мм. В Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре – также около 40-50 мм. Наиболее сильные порывы ветров регистрировались в Тугуро-Чумиканском районе – в 18-20 м в секунду, в Хабаровске – до 21 м в секунду и в Аяномайском районе – до 20 м в секунду. В течение 7 сентября Тайфун продолжит оказывать свое воздействие на большую часть Хабаровского края в виде выпадения дождей, местами очень сильных и усиления ветра с порывами местами до 25-30 м в секунду. 8 сентября под воздействием непогоды окажутся северные районы региона. Паводковая обстановка развивается в соответствии с прогнозом. Гребень находится у села Нижнетомбовское Комсомольского района. В то же время прошедшие дожди создали дополнительный приток воды в Малые реки и Амур, в результате чего уровень реки у Комсомольска-на-Амуре повысился на 5 сантиметров. В Комсомольске-на-Амуре в превентивных целях продолжается работа насосных групп в местах, где на защитные сооружения оказывают влияние грунтовые и паводковые воды. В некоторых местах насосные установки уже работают. Всего их установлено семь. Контроль за бесперебойной подкачкой воды в Амур обеспечивают спасатели управления ГОИЧС города Комсомольска-на-Амуре. Такая работа проводится на участках дамб в районе улиц Пугачёва-Сторожевая-Ключевая. На этих участках установлены задвижки и затампонированы ливневые стойки, чтобы избежать выхода паводковых вод на территорию города. Установлены и приготовлены к работе две насосные установки в районе ручья «Тёплый ключ». Кроме того, на Мылкинской дамбе накануне был установлен модульный рукавно-насосный автомобиль «Поток» специализированной пожарно-спасательной части. Продолжаются работы по строительству и укреплению защитной дамбы вокруг города Юности. Работает тяжёлая техника. Экскаваторы, грейдеры, грузовыми автомобилями подвозится скальник, щебень и песок для укрепления тела защитного сооружения. В районе улицы Сторожевая запланировано воздействие второй очереди дамбы. Её границы уже обозначены. Она идёт параллельно существующей. Впоследствии планируется их соединить. На утро 7 сентября в Хабаровском крае в зоне влияния паводка находятся пять муниципальных образований, где отмечается подтопление 21 приусадебного и трёх дачных участков, 73 земельных участков и 16 участков внутрипоселковых, а также три участка межпоселковых дорог. В Хабаровске со островных территорий вода сошла. Подтопленных паводком дачных участков нет. В Хабаровском районе изменений обстановки пока нет, однако уровень воды постепенно снижается. На территории Корсакова-2 в зоне паводка остаются 69 земельных участков. В селах Елабуга, Красносельская и Воронежская-3 подтопления сохраняются на трёх участках дорог внутри населённых пунктов. В Нанайском районе освободились от воды приусадебные участки в селах Маяк и Найхин и участок дороги в селе Дайерга. В селе Верхняя Монома подтопление пока сохраняется на 18 приусадебных участках. Кроме того, отмечается выход воды на трёх отрезках дорог в населённых пунктах Дубовый мыс, Дада и Маяк. В Комсомольском районе сохраняется подтопление на четырёх участках внутрипоселковых дорог в населённых пунктах Гайтер, Бельго, Верхняя Конь. В Амурском районе обстановка также без изменений. Сохраняется ограничение проезда транспорта на дороги города Амурс в село Оми. Подтопленными остаются четыре земельных участка в селе Вознесенское и один участок дороги в городе Амурск по направлению ВСНТ «Энергетик». Также вода зашла на три дачных участка в Содомовом обществе. Кроме этого, вода вышла на две внутрипоселковые дороги в селах Джуен и Болонь. По мере прохождения паводка отмечается подтопление низких мест в населённых пунктах Ульчского района. В селе Тахта подтоплено два приусадебных участка и один участок внутрипоселковой дороги. Также вода вышла на участки дорог внутри населённых пунктов в селах Сусанина, Тыр, Соланцы и Кольчем. Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю напоминает жителям о необходимости соблюдения правил безопасности при ухудшении погоды.